Привет, друзья! Друзья, всем привет! Нас чуть-чуть не было, но на самом деле мы сейчас все вам расскажем. Первое, что мы сделали за прошедшие три дня, мы с Настюхой построили машину. Да, у нас появилось время, мы наконец-то построили хоть какие-то машины. И, в общем, уже есть какие-то представления и мысли по поводу, какую мы купим. Вот, совсем скоро вы это узнаете. И еще мы успели сходить на футбол. У-у-у! Первый раз была на футболе я? Да, ей очень-очень понравилось. Вы сами прекрасно видите. Она прям счастливая там сидела, да? Мне больше понравился не футбол, мне больше понравилась эта атмосфера. Когда особенно мы сидели с фанатским сектором, прикольно. Нас опять показали друзья по телевизору, по России в программе «Утро». Все больше россиян предпочитают путешествовать на автомобилях. Конечно, дорог на всех хватает, а вот с инфраструктурой для автотуристов дела обстоят, мягко говоря, никак. Ее практически нет. Где заправиться, поесть, переночевать? Почему поездка порой превращается в экстрим? В причинах разбирался Илья Давыдов. Когда мы увидели здесь надпись, что здесь могут быть грабежи, будьте осторожны. Мы вообще, мы боимся. Боятся, но едут. Боятся, но едут. Короче, Россия 2 уже, Россия 1 точнее, уже второй раз за две недели выкладывает наши ролики. Но в этот раз они хотя бы подписали, потому что YouTube пошли на стилай, потому что до этого они даже не подписывали и умудрялись, козлы, вы ничего. Вот, звезды мы. Да? Друзья, все вы знаете, что у нас есть цель, и мы продолжаем к ней идти. И для этого мы вам показываем лайфхак, как привести себя в форму к лету. Так, друзья, решили пройтись до ленты и обратно. Пешком. Пешком. Это я даже не знаю, сколько где-то километров, наверное. 7 километров. 7 в одну сторону. Вот такие вот именно жиросжигания, такое легкое бытовое ходьба, оно во многом даже круче, чем просто бег или занятие в тренажерном зале. Но мы сегодня еще позанимались очень круто, поэтому... Да. Так, мы уже подходим к ленте. Всего на дорогу нам понравился один час. Да, это, конечно, сматывает. Но на самом деле это прикольно, друзья. Если вы чувствуете, что вы в этот день ни хрена не сделали, хотя бы сходите в магазин, который находится далеко от вашего дома. И это будет стимулом вашему жиру не перетекать туда, куда не надо. Правильно? Да. Не идите в те, которые ближе к вам находятся. Сходите, прогуляйтесь. Конечно. Кайфово. Вот, друзья, кто спрашивал по поводу скейтбордов, лонгбордов. 899 рублей сейчас в ленте цена. Скейтборды стоят. Да, но эти вроде похуже, хотя одна херня, друзья. 899 рублей. Кто спрашивал, вот, пожалуйста, в ленте забирайте. Теперь предстоит обратная дорога с бабулами. Паша там вообще плюн килотрамм. Зато мы идем к цели. Продолжаем. Необходимо сжигать калории хоть как-то. Одних тренировок все равно мало, чтобы действительно похудеть быстро. Максимально быстро. Так что встаем, поднимаем жопу, идем в самый далекий магазин. Может, какой-то у вас есть хороший магазин, который далеко от вас. Вот. А если хороший магазин рядом с вами, то идите в плохой магазин. Или нет. Или вы можете сходить за каждым продуктом по несколько раз. Хороший магазин с вами. Либо так. Короче, нагуливаем в день по 15 тысяч минимум шагов. Это было на самом деле не так уж просто пройтись, да? Да, это было ужасно просто. 12 километров, особенно 6, с баллами, с нормальными, они вешали не так мало. Вот. Но для того, чтобы Настя была счастлива, отправили мы ее в детский рай вместе с Вероникой. Жаль, только тебе на батуте мне не дали попрыгать. Да, вот. Смотрите. Хочу куда пойдем? Подстригаться? Да. Белая машинка. Вот такая вот. А есть красненькая? Что здесь? Давай вот так. Опа. Сяди здесь. Зачем здесь? Вот. Честка че будет делать, да? Не стесняйся. Ты че? Ника, ты Маугли маленькая. Маугли? Да? Мурки, у нас, Машка, у нас личный зал. Ничего не видно, правда вам? Смотрим, гадки я. Пока Веронику постригают. Короче, это рай для мамочек. Вообще рай просто. Удобно то, что мамы могут придти со своими детьми и приводить себя в порядок, а дети будут тоже развлекаться с аниматорами и просто вообще, вот. Мама отдохнули, дети тоже отдохнули, да? Вообще, самую, самую хорошую жизнь. Самую лучшую. Ого, какая ты красивая, сейчас не будешь. Да? Да. Тебе нравится? Да. Да? Часи, какая деловая женщина-то. Сходила в славу, она еще потом в машине уехала. Что рисуешь? Маму. Маму? Ну давай, давай маму рисуй. А волосы-то нарисуй маме, как у тебя красивые, чтобы были волосики. Вот это волосы, это глаза, это рот. С меня это голова. Волосы у меня смягкие. Такие же волосы. Три волосы у тебя, в пять сейчас. Красивая, да? Красивая мама, мне всего? Да. Не знаю. Ну как? Смотри, какие штучки красивые. Смотри, кого я на ряду. Тебя так красиво заплели. Такая красивая. Да. Красивая зеркала, посмотри. Красивая? Аккуратно. Да, держу. Вот здесь. Прикольно? Да. У нее глаза разбегаются. Тут у детей просто разбегаются глаза. Куда бы, чтобы взять побольше, получше, повеселее. Нормально. Мы тут вышли. Тут уже бутычик готов. Прикольно? Ну-ка, выше, выше прыгай. Выше. Молодец, 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 молодец. Опа. Что себе у вас тут? Вообще, Одесский рай. Ма, а мы с тобой? Спасибо, до свидания. До свидания. Все, сходили, постригли Веронику. Друзья, мы сейчас были в семейной парикмахерской Слон Причесон. Если у вас есть детки, то обязательно идите с ними сюда, потому что здесь просто рай для детей. Если вы мама с детьми, то это вообще для вас, просто в войне рай, потому что вы можете сделать себе маникюр, прическу и все там женские радости, и просто ставить своих детей, с ними будут играть, развлекать их. Ника вообще не хотела отцу, да, уходить? Тебе понравилось там? Да. Так обниматься-то не пойдешь. Ой, ты меня еще и поцеловала? Да. Такая красивая. Покажи поческу, ты сын. Можете, скажи, что мне сделала. А, тебе косичку, тебе еще бантик подарили? Да. Ну все, ты вообще красавица. Да. Ну все, давай, пока-пока. Пока-пока. Друзья, владельцы салона Слон Причесон, это хорошая семейная пара, которые пригласили меня, Веронику, поиграть с ней, подстричь ее, и, в общем, хорошо провести время в этом детском районе. И они вас всех ждут точно так же. Так же, да. И решили вам подарить вот такой вот подарочный сертификат на, так сказать, одно посещение. На самое первое посещение. Да. Друзья, кто из первых, пишите под этим видео комментарии с хэштегом Слон Причесон, и обязательно он достанется именно вам. Почувствуйте себя вместе с вашим братиком, сестренкой, дочкой, внучкой, ребенком маленьким. В общем, почувствуйте себя в раю, почувствуйте себя классно, сами проведете время, я думаю, с удовольствием. Мы лично дадим вам сертификат, так что если кому-то срочно нужно подстричься, ну или просто провести день рождения в каком-то отличном месте, я думаю, это ваш вариант, обязательно пишем и участвуем. Вот такие, друзья, пироги. Мы вам решили в таком формате рассказать последние три дня, которые были у нас. Я думаю, что мы сейчас продолжим облидей влог, посмотрим на наше состояние, на ваши эмоции после этого видео. Обязательно ставьте лайк и комментируйте. И как обычно мы вам советуем фильм. Сегодня я вам посоветую фильм от себя, потому что Настя опять уснула, когда я его начал смотреть. В общем, фильм называется «Конечное», но почему-то в российском прокате он называется «Конченное». Вот, это, ну, это нормально, в общем. Возвращайся поскорее, красавчик. Но его не приводи. «Конечное». Спасибо, что были сегодня с нами. Мы Настя, мы Паша. Сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Всем пока-пока-пока. Я передаю подписчикам канала Паша Настя лайк. И все, хорошо, подписывайтесь и ставьте лайки. Мы самые крутые, самые любимые.